Всем привет! Вы на канале Черничный Хутор. Канал о том, где семья живет на хуторе в лесу. Сегодня необычный ролик, вообще необычный. Для тех, кто первый раз на канале или не посмотрел прошлый ролик, объясню. У нас пропала супоростная свинья. Пропала и ушла, ну как по-видимому, в лес. Не было ее дома два дня. Даже обычный сельский житель будет расстраиваться, если пропадет свинья. А у нас она необычная. Эта свинья у нас как домашний питомец. Эта свинья для зрителей звезда ютуба. И смотрите, что происходило дальше. Но, если вы хотите ощущить те ощущения, которые получали мы, вы должны без перемотки посмотреть все до конца. Друзья, две ночи, две ночи подряд Зинки не было дома. И только что собаки туда загавкали, я смотрю, в окошко Зинка бежит. Сейчас засмотрим, я не знаю, я не знаю, она терапевтная или нет. А где она? А вот она, смотри. Кушает, кушает. Кушает. Зинка. Она пришла покушать. Зинка. Это она похудела или нет? Ванька, она родила или нет? Родила, правда? А где же они тогда? Зинка. Смотри, какая она скорость у нее, смотри. Она родила, правда? Да, да, да. И она, наверное, она кормит их. Они где-то в лесу. Я видел, она пришла оттуда. Короче, что сейчас делаем? Сейчас надо за ней следить. Да. Куда она пойдет. Давай ей кушать дадим? Давай. Она покушает и будем за ней следить. Ну, ты, Зинка, даешь вообще. Возьми молочка налей еще вот там стоит. Зинка. Найда. Найдочка. Найда. Иди, Малеша, сфотографируй градусник. Сейчас же на улице Дубак. Я не знаю, как они выживали вообще. Может, они уже сдохли. Ну, если она бежала сюда, значит, они там не сдохли. Если она очень спешила. Показываю. Найда, по. Найда. Найда радкает на Зинку. Я ее уже за два дня забыла. Смотрите, как я выбежал. Зинка. Зинка, молодец. О, я что-то даже не играла. Я сняла и пошла дальше. Она, походу, родила два дня назад. Угу. Сейчас Дубак покушает, она бежит назад к поросяду. А мы за тобой, Зинка, проследим. Ох, Дубак. Сейчас скажу, сколько градусов по утрам. Вчера ночью было три. Зиночка наша. Сейчас три и девять, представляешь? Зинка, голодная. Три и девять градусов всего лишь. Четыре градуса, считай. Не знаю, как они там выживут, эти поросята. Вот и Зинка. Зинка за Зинкой все равно сейчас пойдем побежим. Сейчас будет целый фильм. Зинка тебе поросят оставила. Ну, с такой скоростью, как будто вот как квочка встает с яиц. Зинка покушает, покушает, покушает и назад, да? И она вот с такой же скоростью прибежала. Значит, они там есть, и она их оставила, и бегом покушает, и назад. И, кстати, помнишь, Валюш, вечером, когда мы засыпали, собаки гавкали в ту комнату, когда она сейчас прибежала. Да, да, да. Видимо, где-то там гнездо. Где-то там гнездо. И мы вчера там ходили несколько раз. Да. И грибы там собирали. Да, да. Эй, Зинка, ешь? Кушай, кушай, Зинка. Тебе молоко сейчас надо. Два дня дома не было. Угу. Кстати, те поросяты, что под бочкой, они тоже особо под лампу не лезли. Ну, блин, было тогда в сарай плюс 15. Ну, они особо холода не боятся, да. Ну, разродилось, да? Да. Молоко висит? Да. Ты, Зинка, дала уже, а? Что я только не думал. Угу. Пошли, Зинка, порося там, пошли. Ты уже хочешь за ней идти, да. А мы что мы будем брать? А давай эту штуку будем собирать. Видимо, ее приехали не будет. Да ну, кошек надо взять, нет? А если выскакивать с кошек, а начнут? Мешок. Давай мешок. Ну, ждем. Ну, в общем, что-то она не идет назад в лес. Уже минут 10-15 ходит под руку, пытается к тем свинкам зайти. Она это за два дня к ней как к дикой относится, хавкает на нее. Видите? Рычит. Ну, Валюш, как ты думаешь, я точно попросилась. Вроде похудела, правда? Угу. Или потому что я иду воняло, у меня была, я похудела. Нет, ну нет, вроде же попросилась. Просилась. Неужели они мертвы, я там в лесу лежа? Что делать? Ну, ждем, ждем. Да, с врачей все дома. Да, я думаю, что надо в доме сидеть и с окошка за ней наблюдать. Она сейчас не пойдет, если мы здесь будем стоять. Пошли. Да, в доме. Угу. Ну вот, она уже покушала и пытается уходить, но мы пока не выходим на улицу, потому что она нам не покажет, где они находятся. Она уже пытается уходить. А собаки всю ночь туда гавкали, но мы ее не смогли найти. И вот Димка вышла, и она остановилась. Мы будем наблюдать. Мы будем наблюдать. Вот, куда она побежала. Да, 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 да. Ага. Ну, давай, давай тихонько пойдем за ней, да? Вот туда и собаки гавкали, да? А ты ее видишь? А, вот, да, 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 я ее вижу тоже. Вижу я хвостик белый. Вижу я хвостик белый. ДИКО. 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 Дальше не идет. Найда, буйка, буйка. ДИКО, Найда. Найда, буйка, кавпо. Домой. Пошла по крючам. 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 reciprocal? Пошла по крючам. Попробуй. Пошла по крючам. Пошла по крючам. Пошла по крючам. может она сегодня будет может она вот сейчас готовит может она в этом шоке в таком но просто похудела и все да ну не похудела чего на похуде ты видишь как у нее вы меня налилась да она может только она может это эти сутки готовила двое это гнездо этаж как со свиньи вот это вот сделать об щипать все как косой скосила все пошли без собак сюда придем когда солнечко будет видеть я не слышал просят и были так где о том что она может секунды на секунду понимаешь она вот я вспомнил заходила бочки полчаса и все они уже все вылезли понимаешь но зинка даешь ты понимаешь чтобы сейчас ее за соски но это течет у нее молоко или нет понимаешь погладь ее погладь тихонько что же зинка зиночка зинка может у нее сейчас схватки уже идут за молока нет но видишь значит значит и значит ей еще несколько часов а то и больше молока нет она за за двое суток что это было не знаю а ну-ка отсюда давай отсюда давайте послышь молоко давай это написано может не во всех дик дик шелон можно просто похудела пока делала его до два дня не приходила кушать так давай ее домой загоним сарай загоним пускай сидит там рожает под лампой сейчас это поднимем она сама пойдет собаками загоним давай на улице дубак плюс 4 скоро просится почти старает тут у свинью выгони ох она здесь искосило все ничего не похудел у нее живот опустился на не похудела понимаешь гиппо дик фу про поросiónок ты что что ой они здесь вот тут так тепло все открывали пять штуц точно есть булька пошли там так тепло пошли без собак не идем Дикфо! Динка, извините извините, мы фермеры а как они сидели тихо в таком маленьком гнездо в клубочке тепло-тепло Динка, молодец Булька, Найда, домой домой Дик! Дик, домой, все домой идем Найда, Булька пошли домой давайте посчитаем метры Дик, пошли Благодарю! 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 друзья было всего лишь 250 метров от дома 250 метров от дома до четверть километра с лукошка мы облазили вокруг все в ту сторону где она сейчас мы ходили примерно метров 100 150 дальше просто болото непроходимое нету просто сейчас пересохли на лето и мы туда как бы и даже не думали но я думал она где-нибудь опороситься надо на месте высоком теплом она прям в болоте видимо там бы ей понравилось то чтобы большая трава и собака найда всю ночь туда гавкала на ту сторону и мы не понимали я позвонил я говорю охоты сегодня не ведутся нет не ведутся да найда найда 1 узнал и сколько же в 6 пол седьмого я выглянул в окно бежит и с такой скоростью как квочка с яиц прибежала как будто она что-то ставила и назад класс все мы довольны и мы счастливы но не знаю как ее назад назад ее привезти там там около пяти поросят почему я сразу не не сначала очень хотел сюда их привезти но куда вслух гнездо рук у меня же обожгло такая теплота там все таки как как она по природе по уму сделала там такая она им сделала маленькое гнездо чтобы они там были в этом гнезде а сама в большом гнезде да ну она на свинье мы даже не понимали то ли беременны то ли хочет родить то да 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 но но поведение в час вот смотришь поведение напоминало что она уже мама силась потому что она так все быстро делала быстренько то поела быстренько то оглядывается чтобы никто не видел интересное но пятерок пятерок 5 до будет да да и там вроде бы даже вроде бы все белые даже сейчас комментарии будут писать что зинка и шузинка ему не скажем надо ждать этого ролика ну что дорогие друзья уже обед солнце встало понервничали вы да как мы понервничали мы же больше нервничали а вы поскольку с нами проживаете жизнь на хуторе должны же нервничать также как и мы или вы хотели только просто наслаждаться жизнью вообще и просто все время смеяться улыбаться нет будем вместе нервничать вместе с вами будем нервничать обед уже но зинку мы так и не забрали не ходили туда пока не тревожим сейчас там едут канал печки лавочки мы будем петь песню может быть если будет время может вместе с ними сходим все вместе и четвером пригоним поросят например принесем в корзинке правда или может ее не тревожить уже пускать через деле сама придет не знающего сейчас подумаем но я понял когда засуну туда руку что там тепло там очень было тепло все таки природа есть природа они и лампа не надо все мне надо распеваться дарами фасоля си до дось в общем не мешаем всем пока удачи успехов пока и 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 дик ты сейчас получишь от свиней гоняешь ты папа дай молока батя аня дай молока дай молока батя ручок уйди приемыш но дай да хотя бы денег на булочку дай денег не мешай спать дик ты получишь час Продолжение следует...